Мужчины почти везде зарабатывают больше женщин. По подсчёту Всемирного банка, преодолев такое неравенство на протяжении среднестатистической трудовой жизни, человечество стало бы на 160 триллионов долларов богаче. Чтобы двигаться к такой цифре, в Португалии женщин обучают предпринимательству. Это происходит в частности в Лиссабонском центре сотрудничества и культуры. Он открылся в 2014 году, когда страна выходила из экономического кризиса. Основу бизнеса преподает там Мариана Дуарта Силва. «Работая здесь с самого начала, я видела, как португальское хозяйство постепенно восстанавливалось», — говорит она. «Поворотным был момент, когда было принято политическое решение о создании при муниципалитете Лиссабона департамента для поощрения новой экономики, новых видов деловой активности. Когда я веду учебное занятие, самое важное — это сосредоточиться и не позволять отвлекать себя мужским голосам в окружающей среде. При этом именно мужчины оказывали благотворное влияние на развитие моей карьеры». Ежегодную конференцию по профессиональному развитию женщин проводят в Центре Союза для Средиземноморья, в который входят 43 государства. Корреспондент Евроньюз Исабель Маркиш-Дасилва передает. «Спустя год после подписания Каирской декларации по борьбе с гендерным неравенством Средиземноморский союз дает оценку достигнутому прогрессу. Приоритетом названо предотвращение насилия в отношении женщин, особенно сексуального. Не даром так популярен хэштег «Метту я тоже», а Нобелевская премия присуждена тем, кто помогает жертвам таких нападений». Родившаяся в Иордании Лина Халифе завоевала несколько медалей в бойцовских видах спорта. В 2012 году она основала сеть клубов самообороны «Ши Файтер». С тех пор в них обучилось более 15 тысяч женщин по всему миру. Лина учит, как стать сильнее физически, но прежде всего психологически. «Главное – связать разум, тело и душу, достичь между ними гармонии, говорит она. Нужно укреплять мир и благодать внутри себя. Важно осознавать свою внутреннюю силу. Ты не должна полагаться на других, не узнавать от них, о своих слабых сторонах или о проблемах с уверенностью в себе». На нынешней конференции решено создать механизм контроля за мерами женского развития в 43 странах Средиземноморья, а также способы измерения достигнутого прогресса. Глава отдела социальных и гражданских дел Союза Алранс Паис называет ещё одну из поставленных целей. «Если доли женщин и мужчин на рынке труда сравняются, это даст Средиземноморскому региону прирост ВВП в 25 процентов, говорит она. Вы можете себе представить, сколько это денег. В этом очень заинтересовано всё общество. У нас будет более справедливое, интегрированное и открытое общество».